Пахнет настоящим лагманом, клянусь. Как у тебя это произошло? Я приходила и честно говорила, да я не могу вам врать. Ну-ка, подробнее. Ценить каждого сотрудника, на которого можно положиться. Поэтому это абсолютно не какой-то беном Ньютона. Практический совет только один – пырите как локомотив. Здравствуйте, дорогие друзья, это «Бизнес-номады». Сегодня у нас в гостях Линда Нигматулина, предприниматель с очень интересным фуд-стартапом. Здравствуйте. Линда, но, конечно же, твою звездную карьеру нельзя ни в коем случае отменить. Но мне кажется, это прекрасный пример, очень просто показательный того, как человек, занимаясь чем-то одним, может в любой момент, в любое время, в любом возрасте, с любым опытом заняться делом новым. Как у тебя это произошло? Совершенно верно. Произошло это очень просто. Я вернулась в Казахстан более двух лет назад, уже около третий год уже идет. И переехала в Казмедия, в Астане, в Астану переехала. И столкнулась с тем, что я, будучи веганом, уже более 16 лет, я не могу найти вкусную еду для веганов, где бы мне поесть. Постоянно готовить дома с нашим ритмом, ты понимаешь, это практически невозможно. Заказать где-то невозможно. Есть веганские опции, есть очень много общепитов, да, какие-то рестораны, кафе, где есть опция веганская. Но нас таких, назовем нас ортодоксальных веганов, то есть таких веганов до мозга костей, нас немножко не устраивает, что на одной и той же кухне готовится и мясо. Это очень чувствительно. О, как интересно. Ты понимаешь, больше 15 лет веганить, ты запах мяса или привкус мяса, ты его просто на 6 секунд отличаешь, ты его сразу чуешь, ты сразу видишь. И мне немножко не устраивала эта ситуация. Я приезжаю в Алма-Ату год назад, у меня здесь бабушка, дедушка, вот как раз к вопросу о нужной деньги, да, значит, и понимаю, что здесь еще хуже ситуация. То есть есть одна веганская доставка, позиции в меню, которые меня не совсем устраивают. Ну, я не хотела бы, например, это заказывать, мне хотелось бы чего-то другого. И тут пришла, значит, в мой гениальный голову мысль о том, что, а ведь это нужно сделать. Потому что веганизация планеты идет семимильными шагами. Она практически неизбежна. Давай поясним очень важный пункт. Веганство и вегетарианство – это синонимы? Нет, веганство, конечно. Вегетарианство – это вегетарианская система питания, она включает продукты животного происхождения. То есть сыры, те же самые, молочка и так далее. Веганство – это некая строгая форма вегетарианства, когда мы не едим в принципе продуктов животного происхождения. Ни яиц, ни молока, ни сметаны и так далее и тому подобное. Вот такая градация. Поэтому ты использовала термин «ортодексальные веганы». Да, это такие очень, да, такие мы ребята. И поэтому три месяца назад ты из своей боли исходя запустила веганскую первую полноценную фуд-доставку пока в городе Алматы. Как она называется? Называется она «Фибоначчи». Почему? «Фибоначчи век фуд». Ну, потому что «Фибоначчи» – это математик, мы знаем, да, итальянский, который в свое время открыл последовательность цифр, которая описывает зарождение самой жизни. От ушной раковины, эмбриона человека до улитки или галактики, системы галактики, самой Вселенной. То есть этот алгоритм, эта система цифр, по которой зарождается жизнь. То есть из тонкого плана, да, какого-то, в материальный план, который мы можем потрогать. Потому что «Фибоначчи» открыл саму жизнь, а что есть веганство, если не жизнь? Ох, как интересно. Давай очень важный момент проясним. Мы же все-таки бизнес-подкаст. Да. Думала ли ты о бизнес-составляющей? Изучала ли ты рынок до того, как стартовала? Ну, хотя бы сколько вас в более чем двухмиллионном городе таких, как ты, веганов? Понимаешь, это физически невозможно сделать. Так. Любой обычный ресторанный стартап, как ты это называешь, он может себе позволить чего-то там просчитать. Потому что он знает количество жителей города, количество жителей этого района, и непосредственно целевая аудитория у него. Это все люди. У нас целевая аудитория очень узкая. То есть это только люди, которые не употребляют мясо. Но давай сразу оговоримся для того, чтобы было меньше хейта, и чтобы люди понимали, для и ради чего это все открыто. Есть люди, которые ограничены в мясе по состоянию здоровья. И их очень много. Которым просто врачи запрещают либо на какой-то период, либо уже до конца жизни. Да, есть там пятый стол или как-то это называется. Либо какое-то совсем постное мясо, либо мясо нельзя вообще. По тем или иным причинам. Какие-то заболевания есть. Ну и хочется есть вкусно. Люди постящиеся. Да. У которых просто месяц, сколько, два раза в год по месяцу, они не могут есть мясо. Но кушать вкусно-то хочется. Концепция моего стартапа, как ты говоришь, моей компании в том, что мы готовим привычные, любимые блюда разных стран мира, но веганизируя его, это блюдо. То есть тот же самый лагман. Лагман, ты сейчас будешь смеяться. Бешпармак. Я серьезно тебе говорю. Я первое, что сказала, говорю, беш, это же так вкусно, давайте веганизируем. И мои повара умнички, они, конечно, с этим справились. Какие-то все возможности. Вот что угодно. Например, если мы берем Италию, это спагетти баллонез. Есть прекрасный соевый продукт, есть соевое мясо из красной сои, а есть соевый фарш. Ты его правильно приправляешь, так же, как и обычный стандартный баллонез. У тебя получается очень вкусный баллонез с хорошим заменителем. Это очень вкусно. Это правда вкусно. Друзья, вот реально сейчас на удивление звучит вкусно. Это действительно вкусно. Мы скоро к этому вернемся. Да. Но все-таки хоть какое-то понимание. 100, 500. Вот сейчас, когда уже пошли первые продажи спустя три месяца, ты, понятно, начала раньше? Да, я начала раньше. Был большой подготовительный период. Мне казалось, это так просто. Вот опять же, для ваших зрителей. Мне казалось, это так просто. Берешь в аренду помещение, регистрируешь компанию, нанимаешь людей, начинаешь работать. Ага, ничего подобного. Давай подробнее. Столько нюансов вылезло, организационных, каких-то, вот непосредственно целевой аудитории. Да мы понятия не имели, когда начинали, сколько нас, веганов и вегетарианцев. Мы этого знать в принципе не можем. Нет какой-то единого реестра, знаешь, или какой-то группы, куда входят все вегетарианцы, например, города Алматы. Нет такого. Поэтому честно, положа руку на сердце, этот бизнес, это чистый голый энтузиазм, никаких просчетов. Потому что, например, инвесторы мне говорили, они мне говорили, составь бизнес-план. Я приходила и честно говорила, да я не могу вам врать. Я могу, ну напиши хоть какие-то цифры, мне их где взять с головы. Присниться они мне должны. Просто солгать вам, чтобы вы дали нам денег. Я делать этого не буду. Я понятия не имею, сколько нас в Алмате. Проценты в отношении, сколько ты вложила своих, а сколько ты привлекла денег? Практически все инвестиции привлечены. Там небольшой процент, около полутора миллионов, где-то мои деньги, а остальное все уже деньги инвесторы. Это мой хороший друг, и он тоже в эту авантюру с головой. Он поверил в проект? У нас очень важно, как привлекать. Он поверил в проект, потому что он изучил, он понял, что происходит в мире, какие тенденции. Начиная с Безоса, заканчивая Гейтсом, все, Маском, все вложились в веганские стартапы. Все крупные бизнесмены, большие игроки, которые вложили большими деньгами, все вложились в веганские стартапы. Я тебе больше скажу. Мясные корпорации, которые славились тем, что они мясные корпорации, они открывают веганские ответвления. Или искусственное мясо. Конечно, поэтому я говорю, веганизация неизбежна. Друзья, внимание, сейчас очень важный вопрос для Линды. Я думал, что ты пришла с маленьким веганским стартапом в мясном городе и в мясной стране. Мы об этом сейчас поговорим. А оказывается, есть что-то большее. То есть это масштабируемая идея, я так понимаю? Конечно, конечно. Ну-ка, подробнее. Во-первых, мы рассчитываем стать сетью. Это такие у нас амбиции. Мы хотим стать сетью, единственной по Казахстану. Ну, если наши конкуренты не подсуетятся, конечно, быстро. Огромное желание стать сетью, стабильной сетью, в которую, опять же, могут обращаться те, кто не просто веганит или вегетарианит, а кто не ест мясо по каким-то медицинским показаниям, либо постится. То есть это наши клиенты. Фибоначчи, векфуд ожидается в другой стране, кроме Республики Казахстана? Ну, конечно, мы этого хотим. Но пока в приоритете моя страна. В приоритете я хочу в каждом городе Казахстана, желательно, да, в каждом. Ну, для начала, наверное, во всех крупных городах. Поставить свою одну, а то и две точки. А потом, когда у нас все будет хорошо. А зачем потом? Линда, мы же здесь в бизнес-номадах не только внимательно слушаем наших гостей. Мы реально обсуждаем, дискутируем. Почему потом? Почему потом? Не надо потом. Я тебе говорю, не надо потом. Потому что очень сложно финансово. Если найдутся инвесторы, которые придут и скажут, а давайте в нашей стране, концепт у нас готов. Мы готовы открыться в любой стране мира. Но нам для этого надо немножко встать на ножки. Нам три месяца. Давай так, один из ближайших выпусков. Мы с Маратом Жановым посвятим принципам франчайзи. Давай, ой, здорово. И это в том числе отдельно посвятим небольшой блок тебе. Я думаю, это будет полезно не только мне. Я думаю, это будет полезно любому владельцу бизнеса, который хочет масштабироваться вот в этом выключе. Пожалуйста, не забудь об этом. Хорошо. Я тебе скажу очень простую вещь. Ты будешь тратить ровно те же самые усилия на распространение сети в одной стране и плюс-минус такие же усилия на распространение сети в десяти странах. То есть ты понимаешь, ты одно и то же время тратишь, но выхлоп намного больше. Почему я об этом говорю? Потому что у тебя очень крутой продукт. Коллеги, можно, пожалуйста, нам для подтверждения, потому что я, уважаемый зритель, еще не пробовал продукцию... Сейчас мы это исправим. ...первого серьезного... Евгения, большое вам спасибо. ...первого серьезного веганского фуд-стартапа. Итак, что ты мне сегодня принесла? Открывай, смотри. Сори, я пакет от нетерпения. Да, да. Так, это? Это веганский бургер. Так, хорошо, дальше. Очень вкусный, сейчас расскажу про него. Это чебуреки, те самые наши любимые всеми чебуреки. По виду чебуреки. Внутри мясо, но соевое. Так, здесь у тебя... Это напитки, понятно. Да, это манго, маракуйя, лимонад. Мы тоже сами его делаем. Так, это? Это второй бургер. Отлично. Для Марата и Жанова. Да. Так, и это, внимание... И это лагман, собственно, с соевым мясом. Это впервые у нас. У нас же второй сезон бизнес-номадок, поэтому мы здесь ставим... Да ладно, не может быть. Вы сейчас поймете, друзья, как жаль, что онлайн-платформы и ТВ не передают запахов. Пахнет настоящим... Настоящим лагманом, клянусь. Покажи, ну в кадр покажи. Да, вот давайте на крупный план я покажу. Это... Это мясо? Это что-то? Это соевое мясо. Я сейчас прям попробую. Попробуй. Линда, а почему оно как мясо? У меня мурашки прям, серьезно? Почему? Мы так старались, выводили этот рецепт, ты себе не представляешь. Это ваша личная разработка? Да. Слушай, уже на этом вы можете строить огромную бизнес-регию. Почему нельзя показать мурашки? Я так долго шла к этому. Я так счастлива, что тебе понравилось. Так, сейчас теперь пробуем... Чебурек. Он как бы тоже с мясом. Да, только с соевым. Там, кроме мяса? Лук, соевое мясо и специи. Я хочу, чтобы вы посмотрели. Я прям покажу сейчас. Это настоящее по виду и по вкусу мясо, но которое не мясо. То есть ты покушал, тебе вкусно, но это было не так вредно, то есть нет такого количества холестерина, какой есть в мясо. Я думаю, что отдыхать неделю от мяса должен каждый человек. Это все-таки тяжелая пища. Объясни, почему? Как бы мы не любили ее. Очень тяжелая пища. Ты замечал, когда ты покушаешь плотно с мясом, какое-то время тебе хочется просто прокрастинировать. Ничего не делать, потому что тебе нужно это переварить. Есть некая тяжесть в желудке, вместе с насыщением она приходит. После нашей еды такого не будет. Понимаешь? Напомни, пожалуйста, об очень важной вещи, о которой ты говорила в начале. получается, когда есть обычный ресторан и у него веганское меню, то все равно какие-то условно частички… На этих же досках режется продукт и создается блюдо на этих же досках, на этих же сковородках для того, чтобы подать веганское блюдо. Слушайте, я должен завершить процесс дегустации. Это у нас будет отдельная история. Булочки мы тоже сами пищем. Так, я показываю. Внимание, это веганский бургер. Сейчас. Ну-ка, ну-ка, мне просто интересно. Пахнет так же. Я вчера ел обычный чипенбургер. Этот вкуснее. Намного. Серьезно? Угу. Услуга «Собери свой пакет» от Джусанбанка работает в идеальном тандеме с вашим бизнесом, позволяя выбрать только те сервисы и услуги, которые действительно необходимы. Отсеките все лишнее и платите только за то, чем действительно пользуетесь. Джусанбанкам больше не нужно искать выгодное предложение или тариф. Они все сделают сами. Рассчитают экономию и подберут вам выгодный тарифный пакет. А если вы хотите экономить еще больше и забыть о комиссиях на длительный срок, то для вас идеально подойдет подписка на 3, 6, 12 месяцев. Чем больше срок, тем выгоднее. Ссылка в описании. После краткой дегустации бизнес-номады продолжается. В гостях фаундер фуд-стартапа веганского в мясном городе и в мясной стране Линда Нигматулина. Окей. Как ты используешь ли ты предыдущий и существующий, собственно, звездный бэкграунд в бизнесе? У меня такое чувство, как будто нет. Пока нет. Почему? Я стесняюсь. Да ладно, серьезно? На меня все, вот точно так же, как ты, наседают, говорят, алло, это самый главный наш актив, это ты. Но я хочу, чтобы люди полюбили еду, а не мои. А не потому, что Линда Нигматулина. Да, понимаешь? То есть я хочу доказать, что веганская еда может быть по-настоящему вкусной. Я могу это засвидетельствовать. Она даже с такой остринкой сейчас. Видишь? Маленький нюанс, маленькая ремарка. Колбасу колбасой, сосиски сосисками делают специи. Серик, специи. Вот ты добавил некое количество таких специй или там как-то правильно закоптил, у тебя копченая колбаса. Другие специи, у тебя такая колбаса. То же самое с соевым с абстратом. С какими сложностями ты столкнулась? Вот то, о чем мы с тобой говорим. Как бы веганский стартап, не как бы, а веганский стартап в мясной стране. Вот с этой трудностью я и столкнулась. Вот именно с той, которую ты сейчас озвучил. Это веганский стартап в очень мясной стране. И объяснить людям, что попробуйте, ну просто отдохните. Вы те же самые манты или тот же самый баллонез, или тот же самый бургер съедите. У вас будет ощущение, что вы съели бургер. Но не будет вот этой тяжести от мяса. Объяснить это людям практически невозможно. Поэтому люди сами, когда интересуются, кто-то похихихать заказывает. Я это понимаю. Просто покушать, знаешь, там попробовать, сказать, ну, ребят, смотрите, что я заказал. Но в большинстве своем, конечно, наши клиенты это веганы, вегетарианцы и все, кто вот на этой системе питания. Это очень сложный бизнес. Я могу тебе сказать честно. Потому что мы ничего не просчитывали, как мы с тобой уже знаем, да, абсолютно. Мы сейчас идем на голом энтузиазме и на вере в то, что у нас все получится, что время пришло. Как это происходит сейчас? Такая критическая масса вегетарианцев для открытия подобного бизнеса, она есть в Алматы. Вот это я могу сказать точно. Я больше тебе скажу, она есть в Казахстане. Потому что в Директ постоянно приходит, а почему у вас нет в Астане, а почему у вас нет в Караганде. На меня уже вышел молодой человек из Караганды и сказал, я хочу открыть тут вашу представительство, вашу компанию. Я говорю, давайте. Вот в марте мы начинаем этим заниматься. То есть мы верим в то, что все будет хорошо. Мы видим, что есть заказы. Мы видим, что людям нравится, что людей очень много и веганов, и вегетарианцев. Ну, тупо даже по количеству заказов наших клиентов. Но мы понимаем, и это надо обязательно сказать зрителю, что этот бизнес очень сложный. Этот бизнес нестабильный. Понимаешь, о чем речь? Он вот такой вот качает. Сегодня мы заработали, ну, грубо говоря, 40 тысяч тенген, а в следующий день 140. И непонятно, как это будет двигаться дальше. Поэтому мы очень… Можно я пользуюсь случаем? Конечно. Мы очень ждем… Давай крупный план. Если можно, да. Можно. Мы очень ждем в нашей компании заинтересованных людей, возможно, инвесторов даже, которые заинтересуются этим проектом, так же, как и очень крупные игроки мирового бизнеса уже это сделали, и вложат. Идея со стартапом, она вот такая. Мы хотим… И вот это уже стартап, прям непосредственно. Не открытие бизнеса, а стартап. Мы хотим вложиться и перекрыть потребности в веганских продуктах… В ряде стран. Конечно. Близлежащих, например, да. Теперь еще один очень важный момент. Мы встречаемся здесь в бизнес-номанках не только, чтобы обсудить кейсы, но и поддержать наших гостей. Супер. Дорогие друзья, как всегда, ссылка на то, о чем мы говорим, находится в описании. В Дании, в первую очередь, это инстаграм-аккаунт Fibonacci Backfood. Он является основной площадкой продаж. На сегодняшний день, да. Мы сотрудничаем с агрегаторами еще, конечно, там со всеми ведущими. Но да, основная площадка, откуда нас узнают, по-видимому… И те, кто находятся в Алматы и Алматинской области, соответственно, могут… Могут. Да, могут связываться. Друзья, ссылка в описании. Ну и там, конечно же, ссылка еще и на личные аккаунты Линды. Спасибо. Мы очень щепетильно подходим к тому, что мы готовим. Я вам больше скажу, у нас есть некая философия. Не просто концепция блюда разных стран мира, веганизированной, но мы делаем это на самом деле с любовью. Может быть, это будет смешно сейчас звучать, как-то по-детски, но у нас концепция любовь и благодарность. Несколько конкретных практических лайфхаков людям, которые хотят начать свое дело от Линды Нигматулиной. С очень сложным стартапом. Первое, что нужно сделать, это верить в это. Второе, это нужно понять, как другие страны работают в этом направлении. Но есть золотое правило бизнеса, которое я еще в бизнес-школе, когда училась, была у нас такая ШП, может, ты помнишь, экспериментальную школу предпринимателей, я там училась, меня там очень жестко научили. Если ты хочешь заработать себе денег просто, чтобы у тебя были деньги, ты можешь открывать бизнес или продавать товары или услуги, которые уже есть на рынке, пожалуйста, становись грамотным конкурентом. Но если ты хочешь заработать много денег и стать первооткрывателем, и стать той отправной точкой, от которой уже пойдут конкуренты и скажут, о, смотри-ка, интересно, дай-ка мы тоже, но вы уже первые, у вас уже клиентская база, вы уже как бы серьезная компания. Нужно открывать бизнес или стартап, как ты говоришь, которого нет на рынке. И ты можешь это проследить. Кто первый завез, ну сейчас не будем рекламировать, что-то, они сейчас на коне. Кто первый привез вот такую услугу, которой не было на казахстанском рынке, они сейчас стопят. Или на рынке там любой другой страны. Любой другой страны. Ты знаешь, ты сейчас очень важную вещь говоришь о том, которая называется в хорошем смысле воровство. Но это не такое воровство, да? Как бы подсмотреть, адаптировать. Огромное количество идей существует, например, на рынке Соединенных Штатов Америки, на рынке Юго-Восточной Азии, Европы, которые не реализованы здесь. И наоборот, там есть очень интересные кейсы. Да, абсолютно. Которых нет, а у нас они есть. Да. А вот как с этим справляться? Вот это вот здесь как раз помогает пункт номер один, вера. Потому что же, когда ничего нет, тебе очень много. Легко приходить туда, где что-то есть, а когда этого нет. Ты думаешь? А мне кажется, конкурентная среда делает ситуацию абсолютно обратной. Ты своим личным примером почувствовал, что это круто прийти то, где нет. Я бы не сказала, что нет. Есть еще доставочки тоже веганские, но почему-то они, может, как-то не масштабированы в этой стране, в нашей стране. Но есть. Давай не будем называть нас первыми. Это будет неправильно по отношению к конкурентам. Они есть. Но я даже не знаю, как тебе ответить. Но вот в моем случае, в моем кейсе, я просто очень сильно этого хотела. И это моя история. Я веган. Я веганю, например, у меня другие предпосылки. У меня там не медицинские показания, а милосердие. Я не хочу есть того, у кого есть мама. Я не хочу есть того, у кого есть глаза. Я без этого могу быть совершенно здоровой, с офигенным холестерином, с правильным гемоглобином. Ни от чего я не страдаю. Это миф, что, кстати, очень важный миф, мы давай его сейчас развенчаем, что веганам, бедным, несчастным не хватает B12 и протеина. Так. Ну, как бы есть исследования серьезных ученых, которые говорят, что B12 находится только в мясе. B12 – это важный витамин, это организмообразующий, так скажем, витамин, который синтезируется нашими бактериями в нашем желудке. И когда, например, еще говорят, что бедные, хиленькие, веганы, так они же несчастненькие, их там ветер сдувает. Откуда горилла, самая сильная млекопитающая, берет свои силы? Абсолютный веган. Откуда быки берут свои мышцы и силы? Ну, это можно долго еще об этом говорить. Поэтому это все мифы мясного лобби. Я не побоюсь этого. То есть так же, как я полностью, например, я считаю, что существует бензиновое лобби. Я считаю, что существует. Пока мы вовсю нефть вам не продадим, на электрокарах вы ездить не можете. Но вот мне это так видится, потому что электрокары уже изобретены давным-давно. Правильно? Ну, почему вот так происходит? То же самое с местным лобби. Ну, или алкогольная история. Абсолютно, алкогольная история. Поэтому, ребят, все вы полноценно получаете. Вот она я, не сломалась, не умерла. Больше 16 лет я уже веганю, прям веганю. Прекрасно выглядишь, да. Понимаешь, мне иногда и не дают мой возраст, кстати. Потому что у меня уже через несколько месяцев 40, а все говорят, да ладно. Я говорю, да, у меня вообще-то сыну 22 года. Чего? Это приятно. Давай так. Здоровье, красота, состояние волос, ногтей, кожи без мяса, оно совершенно по-другому выглядит и совершенно по-другому уже ощущается. Да, твоя же кожа. То есть это некий бонус к милосердию в моем случае. Очень большие, важные вещи, которые нужны при запуске любого собственного дела, нового начинания. Ты сейчас очень четко сказала на своих примерах. Может быть, пару-тройку конкретных практических лайфхаков. Ну, типа, я не знаю, что-то про бухгалтерию, что-то про найм людей. Вот что твой личный опыт за эти 6-3 месяца. Я тебе говорю честно. Мы сейчас идем на ощупь. Мы на своих ошибках учимся страшным образом. Набиваем такие синяки. Ну, то есть я человек-то вообще с мороза. Я-то вообще с бизнесом никогда не была связана. И тут мне надо контролировать это, 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 это. Понимать, как делается это, это. Представляешь, какой объем работы? Я, конечно, многозадачный человек, но не настолько. То есть мы сейчас идем на ощупь. Если где-то, например, вот сегодня у меня была ситуация. Я с собой делюсь просто кейсом, который так что произошел. У вас на фотографиях, говорит мне клиент, есть соус. Ну, конечно, он есть. Это же красивая фотография. Там выложены какие-то штучки, реквизит. Ну, конечно, красиво. Вы обманываете потребителя. Почему вы мне манты прислали без соуса? Опа! Я залазил в закон и понимаю, что клиент прав. Четко то, что у тебя есть на фотографии, ты должен предоставлять клиенту. Это наша ошибка, на которую мы мучаемся. Нам не у кого было прийти и это спросить. То есть с сегодняшнего дня мы меняем полностью все меню, добавляем доп-функцию, там несколько соусов. Понимаешь, да? Да. Что такое идти на ощупь. Вот примерно так мы сейчас работаем. Практический совет только один. Приди как локомотив. Никого по пути не обижая, не сбивая, но приди к своей цели. И это получится в любом случае. И об этом говорит очень много книг умных, начиная с дедушки Карнеги и заканчивая любыми бизнес-тренерами и так далее. Приди, верите в это, делайте все максимально благородно, чтобы клиент говорил, ну да, такое отношение нас устраивает. Чтобы вы не имели бледный вид перед клиентом. И делайте то, что вам нравится. Вот это самый главный секрет. Потому что, когда тебе что-то претит, но ты понимаешь, что это на волне и надо сейчас открывать, мне кажется, этот бизнес обречен. Но это мое субъективное непрофессиональное мнение. Но когда ты веришь всей душой, разбираешься в вопросе, я не говорю сейчас про бизнес, я говорю непосредственно про веганство. Я все это на себе испытала. Я 16 лет ела эти котлеты и эти сосиски, которые сейчас я предлагаю в хот-догу своим клиентам. Я это прошла на себе. Вера, порядочность, как бы это ни звучало сейчас. Это правда. Прям максимальная порядочность. В нашем бизнесе так без этого вообще никуда. Один недовольный клиент, уже единица какая-нибудь в вольте. Ну, мы чревато. И вот так. Все верить и гореть этим. Если ты горишь этим, да перед тобой откроются все двери. Ты сегодня прям в хорошем смысле лакмусовая бумажка, потому что на твоем примере и благодаря твоим скиллам как актрисе, как публичному человеку, прекрасной ведущей мероприятий, телепроектов, ты очень четко, легко и компактно доночишь свою мысль. И именно в связи с этим вопрос. Звонит сейчас Линдя Нигматулиной, именитый режиссер, и говорит, Линда, у нас классный проект, предстоит там, я не знаю, 45 съемочных дней. Так обычно и бывает. Да, 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 что-то такое. А как ты поступишь в этой ситуации? Потому что сейчас на этом примере можно разобрать ситуацию, когда человек начинает бизнес, а допустим, он еще находится в найме где-то. Я поняла, я поняла. Поддаваться этому соблазну? Типа, а сейчас там по-старому подзываю. Слушай, никакого соблазна нет. Это моя прямая работа, это моя профессия, мое ремесло. Я в любом случае соглашусь. Вот, наверное, ты лучше меня, так как человек, который ведет подобный подкаст, знаешь, что такое умение делегировать. Да. Этого делать не умеет практически никто грамотно. Ты все время психушек говоришь, короче, сделаю сам быстрее и правильнее и лучше. Мне очень повезло. Я учусь сейчас, да. Я тоже, я тоже этому сейчас учусь, но это очень сложно. Мне очень повезло. У меня есть тетя, моя родная, зовут ее Эльвира. Она мало того, что вегетарианка с моей подачи уже очень много лет, она еще и очень грамотно умеет работать с бумагами и с людьми. Ну, такой у нее жизненный опыт, да, то есть она работала там, там, там. И она очень, ее обожают люди просто, и она очень хорошо читает документы. Даже до того, как мы открыли этот стартап, я ей из Москвы присылала свои договоры и говорила, посмотри, пожалуйста, там все нормально. Так, этот пункт, этот пункт. Я заразила ее этой идеей. Наверное, она даже сама заразилась. Она сказала, слушай, я встану с тобой плечом к плечу, и мы сделаем это вместе. Мне повезло. Мне есть кому делегировать. Есть человек, который старше меня, родная тетя. Она у тебя условноуправляющий директор. Она у меня сейчас администратор. Так. Да, она старше меня, она опытнее меня, она болеет, вот что важно в любом бизнесе, мне почему-то так кажется. Я как человек с мороза, опять же, могу ляпнуть, но мне кажется, когда человек искренне болеет за бизнес, они, а, 9.01, до свидания, я домой. Найти такого в команду. А теперь мы подошли к самому главному. Единственный ресурс, который, да, он восполняет, да, кому-то может повезти, но тот ресурс, который вы должны, наверное, как владельцы бизнеса ценить безгранично, это человеческий ресурс. Потому что когда у вас команда, команда, не компания, а команда, которой я всегда, когда ко мне человек приходит, я говорю, плечом к плечу становимся. Сейчас времена сложные, январь, февраль. Ребят, давайте на перспективу. Вот кто остается, вот тот и заслужил того успеха, к которому мы придем. Ты понимаешь, о чем я? Да. Я, может быть, про какие-то не бизнес вещи сейчас, про какие-то человеческие штуки, но в этом плане вот ценить каждого сотрудника, на которого можно положиться, ценить каждого сотрудника, которому ты доверяешь и относиться к нему максимально, даже не лояльно, а по-доброму. Вы давайте премии, не жмите премии. Человек это мотивирует. Пусть это 5 тысяч тенге, пусть это 2 тысячи тенге, но меня похвалили. Мне сказали, я молодец, да ты умница, была бы возможность, я бы больше тебе дала. И тогда у человека рождается тот самый энтузиазм, на котором можно вывести даже, мне кажется, самую загибающуюся компанию. Финальный вопрос. Есть что-то, о чем мы не сказали сейчас очень важного, чем бы ты хотела поделиться с теми, кто либо уже сейчас, потому что даже я, матерый предприниматель, услышал несколько каких-то очень правильных, мотивирующих, вдохновляющих вещей от тебя. А те, кто еще только на старте, так вообще сегодня очень много нового и важного для себя услышали, потому что это, я думаю, очень-очень созвучно сейчас. Может, я что-то не спросил? Что мы упустили? Да, в принципе, наверное, как-то так. Просто давайте будем смелыми, давайте будем ценить людей, которые рядом, которые опять же сказали, слышь, давай, я в тебя вложусь, сделай красиво, вот как сделал мой друг. Я ему безумно благодарна, безумно, потому что он вообще без никаких просчетов просто сказал, вообще мы хотели изначально, чтобы у нас и пекарня своя была. Сейчас очень важная ремарка, друзья, чтобы в комментариях по этому поводу не было не то, что хейта, а типа, ну Линда, она же звезда, у нее такой круг общения, там, не знаю, крутых предпринимателей, которые ей легко поверят, дадут деньги. Если бы… Напомню, что согласно мировой статистике, всей венчурной, бизнесовой, стартаповой, привлечение денег делится на три типа, даже, ну их несколько, первый там, свои, если получилось, если своих нет… Уже так не получилось. Да, второе очень важно. Три F, слышала об этом? Наверняка. Фрэнс, Фэмили и Фуллс. Как в моем случае, видимо. Да, у тебя Фрэнс, которые у тебя поверили, и это 90 или даже 99 процентов проектов начинается с этого. Первые деньги где-то, условно, ну, заняли в семье, например. Да. Вот у тебя, ну, плюс-минус где-то вот так произошло. Да, да. Ну, то есть у меня не было такого момента, когда я прихожу в компанию и говорю, слушайте, вложитесь, не было такого момента. Поэтому это абсолютно не какой-то бином Ньютона, это абсолютно решаемая задача. И проект Линды Фибоначчи в Экфуд, ссылка на который находится в описании, друзья, значит, у нас яркий пример. Будем какой-то промокод давать? Нет? Промокод? Ну, не промокод, что-то там, не знаю, какой-то ништячок. Давай конкурс придумаем. Давай. Прямо сейчас. Давай. За очень интересный комментарий. По каким образом? Давай мы выберем одного победителя. Я это поручаю тебе, потому что ты знаешь своих комментаторов, знаешь, что такое интересное, развернутый комментарий. И мы подарим от компании Фибоначчи Вегфуд полноценный обед из четырех блюд на выбор. Единственное, что если человек будет не в городе Алматы, может быть, мы с тобой специально для этих людей сделаем какую-то заморозку и отправим. Давай подумаем как-то. Но это будет сложно. Да, но если вдруг не это самое. Мы же хотим, чтобы продукт доехал в том виде, в котором мы его отдали, это будет сложно. Давай тогда у нас будет два победителя. Один тот, который в пределах работы твоей доставки. Город Алматы. Город Алматы. Мы еще добавим классный подарок от наших партнеров в Жусан Бизнес. Я добавлю от Бизнес Намадов очень интересную книжку, которую мы с Маратом подберем. Уже сразу три приза. А тому человеку, который очень интересный комментарий. Мы сейчас объясним, по какому поводу напишет, но территориально будет находиться не рядом. Мы добавим классный подарок от Жусан Бизнес. Мы добавим классную книжку от Бизнес Намадов и что-нибудь еще от Линды Нигматулиной. Побед. Но который мы попробуем далеко доставить. Давайте мы так сделаем. Те, кто далеко, мы, если, например, им нравится мое творчество, этому человеку конкретному, или его родственникам, или друзьям, мы запишем видео привет. Либо поздравления с праздником, с юбилеем, с днем рождения. Его же можно коллектить, сейвить, сохранить и выдать его в момент дня рождения. И давайте еще каждому подарку я добавлю по 50 долларов. Ух ты, вот это здорово. Ребята, пишите комментарии. Я сама хочу такой подарок. А теперь... Книжку мне... Да, хорошо, книжку обязательно. А теперь вопрос. Мне кажется, если люди поделятся чем? Какой-то своей идеей? Ой, было бы круто. Ваше любимое блюдо. Да? Да. Мы можем вывести статистику, или это сложно? Нет, не сложно. Ну, то есть, ваше любимое блюдо, которое вы хотели бы попробовать веган-вариант. Вот у меня любимое блюдо, это джимблнан. Это такая, знаешь, как ораманан с тыквой. Это мой самый любимый. Его не надо веганизировать, оно уже и так с тыквой. А может быть, у ваших зрителей есть какое-то... Ну, имейте в виду, бешлагман у нас уже есть. Вот что-то такое, что... Вызов давай примем. Давай так. Сможете ли вы веганизировать что? Очень интересно. Дорогие друзья, условия конкурса с большим количеством призов от Линды Нигматулина, от Фибоначчи Вэкфуд, от проекта «Бизнес Номада» и от «Жусан Бизнес» следующий. Попробуйте предложить для веганизации какое-то блюдо, которое, допустим, еще не веганизировано, из любой кухни мира. Абсолютно. В идеале с какой-то вашей историей. Ну, типа, мне бабушка это там готовила. Да, было бы здорово. Потому что так будет вообще шикарно. Линда, огромное тебе спасибо. Мы желаем тебе успеха. Через какой период времени в соцсетях или там опять в «Бизнес Номадах» мы можем встретиться? У вас есть какие-то... Подвести какие-то итоги? Ой, хороший вопрос. У вас есть какие-то KPI по времени? Давай сделаем это летом. Летом. Если летом ты меня пригласишь, я уже смогу чего-то рассказать. Как у нас что? Как мы идем? Какие перспективы? А может быть, где-то я споткнусь, не дай бог. Март, апрель, май. Ну, типа, через полгода. Ну, у меня день рождения в мае. Пригласи меня на мой день рождения. Хорошо. Ну, а что? Я тебе расскажу, как у нас идут дела и принесу тебе новые блюда для опробов. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо.